День на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Одесса угрожает очередной оползень. Склон на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе покрылся трещинами и буквально сползает к морю. Об этом поговорим с Юрием Геращенко, экологом. Приветствуем вас, Юрий. Не новая проблема. Сползаем медленно, но уверенно. Мы об этом говорим не первый раз. И сползаем тоже не первый раз. И что делать, тоже знаем. И я думаю, что знают и те, которые могли бы это предотвратить. Но почему-то этого не делают. Все те же причины и все те же условия. Мы живем здесь, как говорится, уже 10-больше 200 лет. И это, как только появилась Эдеса, подали водопровод, обводнили наши почвы. Это стало потихонечку проявляться. Раньше только дожди мочили. А теперь еще и канализационные, и различные ливневые стоки и так далее. Ну, если это затянет зимы, то, естественно, она сползет сама. Если это снять раньше, то кто-то снимет это, может, более аккуратно. А для того, чтобы не сползало, надо делать дренажи вовремя. Ну, то, что мы все и говорили. В общем-то, мы повторяемся вновь и вновь. Я могу единственное сказать, что на прошлой нашей встрече мы говорили о такой же проблеме, но не только в районе Фонтанки, например. А позапрошлой в районе других. Ну, мы просто спято верим, что если мы будем об этом говорить, то хоть кто-нибудь нас уже наконец услышит. Ну, наш губернатор Степанов с мая месяца, я в прошлый раз сказал, с 15-го числа нам таки не ответил. Сейчас у нас было даже несколько заседаний общественного света, нам приходили профильные департаменты. Мы вроде взаимодействуем постоянно с облах администрацией, но на наше письмо, там, где мы пишем в том числе и этих проблемах, и на наших предложениях, что надо сделать, приглашаем для круглого стола, для сотрудничества или хотя бы совещания, до сих пор ответа нету. Может, они потеряли наше письмо, но мы, наверное, теперь сдублируем новое. Только вчера у нас было заседание общественного света, экологи собирались при государственной экологической инспекции, я возглавляю этот совет. Ну, и, естественно, мы задали вопрос департаментам и экологии природных ресурсов, и спрашивали другие департаменты наших инспекторов экологических. Ну, ни у кого, как говорится, на рассмотрении этого вопроса нет, но все озабочены. И все примерно понимают, что делать, команды нет. Давайте прямо сейчас переместимся в район 16-й станции Большого Санкт-Фонтана, где произошел оползень. Там находится наш корреспондент Татьяна Осачук. Татьяна Ира скажет нам, что, собственно, там происходит. Таня, ты в эфире, мы готовы тебя услышать. Пожалуйста. Студия, здравствуйте. Я сейчас нахожусь на 16-й станции Большого Санкт-Фонтана, и мы можем видеть, как здесь образовалась трещина на склоне. Ее размеры 10 метров. Мы нашли местного жителя Руслана, который хочет нам подробнее рассказать об этой проблеме. И как давно она, эта проблема? Да, добрый день. Я довольно-таки часто гуляю по морю. И, как я наблюдаю, эта трещина образовалась где-то в среднем 4 года назад. И действительно, что она представляет какую-то угрозу, потому что вот этот весь пласт, который воздействует, он может рухнуть туда, в ту сторону, и действительно кого-то завалить, и привести к несчастному случаю какому-то. Действительно нужно что-то с этим сделать. Я думаю, что это не только здесь, в этом месте. Она может в любом месте, на побережье произойти. И хотелось бы, конечно, чтобы какие-то меры были приняты в связи с этим. Спасибо большое, Руслан. Никаких укрепительных работ здесь не проводят. По мнению геологов, скала может не выдержать зиму, и может рухнуть в любой момент. Мэрия пока по этому поводу комментариев не дает. Но геологи утверждают, что эту проблему нужно устранить как можно быстрее. Студия. Спасибо, Таня. Татьяна Асачук, наш корреспондент, находится на месте событий. Ну что ж, мы видим, что 4 года на это никто не обращает внимания. И даже сейчас этот периметр не огражден никакой лентой, которая бы символизировала, что здесь возможна угроза. Это на самом деле странно. Но на ленту-то можно потратиться? Я бы сказал так, что сюжет полностью подтвердил то, что я вкратце сразу сказал. Почему? Потому что это естественно, это не ново, это логично. То есть здесь просто другого быть не может. И это опасно. То есть надо же понимать, что если у нас идет, так сказать, сползание, оно обязательно будет идти, его можно здесь замедливать или ускорить. Наша техногенная нагрузка, я сказал, обводненность ускоряет эти процессы. Естественные процессы. А какие в основном процессы играют роль в причинах образования оползней? Потому что я сразу и сказал. У нас в Одессе, вы же видите, там не размыт берег и не подмытся с поднизу, и оно обрушивается. Тут эрозии от волн нет совершенно. Здесь не надо специальной берегозащиты делать. Здесь нужно делать полностью дренажей. Систему дренажей, чтобы почва не мокла снизу. Она снизу и верхний слой спадает. Он как бы тоже себя-то сушит, опускает внизу. А внизу образовывается типа мокрого такого пласта, по которому оно исползает, как на саночках. То есть любите, может быть, иногда или в детстве любили где-то прокатиться или на коньках, или на саночках с горочкой. Ну вот и очень легко кататься по наклонной плоскости вниз. Но надо же когда-то удерживать от этого. Вы о дренажах говорили удерживать. В чем проблема? Это дорого. На самом-то деле периметр побережья не такой маленький. Вы знаете, сегодня все дорого. Сегодня сходите в магазин, глядите, уже для вашего кошелька дорого. Но, с другой стороны, доступно. Есть деньги и область, и у города. В данном случае есть уже служба города по защите побережья. Что она говорит? С кем-то общались оттуда из чиновников? Почему они на это не обращают внимания? Что у них нету финансирования? Или у них штаты недокомплектованы? Может быть, их кто-то не выделил денег, а куда они заявки дали? А они вкладывали в бюджет. А есть деньги в резервном фонде, есть в экологическом фонде. Надо, кстати, посмотреть чисто юридически, с какого фонда легче взять. Но я знаю, что экологический фонд много лет не используется. Они лежат в городе, они лежат на счетах. И почему нам никуда не показывают, куда их используют? Кстати, по бюджетному кодексу, ведь проценты банк не платит, если это государственные деньги. Но он же крутит их. Значит, доход кто-то имеет. Может быть, здесь просто зарыта собака? И те, чтобы они просто лежали, а там пускай падает. То есть здесь вопросы. С вами или с вашими коллегами, или, возможно, за кругом столом обсуждаются эти проблемы? Частные или в общем? Ну, вы знаете, в прошлые годы обсуждались и разрабатывались какие-то шаги решения. Более того, я же не просто общественный совет возглавляю. У нас входят ученые, специалисты. У нас общественный совет экологов. Это из экспертов. У нас много идет каких-то семинаров, обсуждений на уровне наших геологов и ученых города. У нас, слава богу, очень много специалистов. У нас университет имени Мечникова. У нас есть прекрасные институты и академии наук. И институты профильные, которые проектированием занимаются, допустим, Укргипроводхостом и так далее. И давно высказаны различные методы. Причем я тоже не просто такой общественник, который ходит где-то и что-то. Я являюсь руководителем регионального центра радиологических и экологических исследований. Для некоторых проектов мы разрабатывали ОВОС, изучали воздействие на окружающую среду. И, естественно, смотрели параметры, что происходит. Поэтому я профессионально могу сразу ответить, что я в начале передачи сказал, что надо сделать. Почему мы к губернатору обратились? Мы готовы и с мэром работать. Я вхожу в научно-технический совет экологической премэрии, который при департаменте экологии. Мы там говорили на эту тему. Начальник департамента должна была докладывать мэру. Мы хотели, чтобы мэр пришел к нам на заседание. Мэр не пришел к нам на заседание. Ну, занят, может быть. Ну, зам мог бы прийти. Вот разрыв вот этот. Наука отдельно. Специалисты, которые знают, как делать отдельно. А власть отдельно. Они крусятся где-то в своем вот этом вот соусе. У них там, может быть, и все в порядке. Я не знаю. А люди вообще отдельно. Понимаете как? А областной совет, в частности, глава облгосадминистрации Максим Степанов. То есть тоже приблизительно реакция аналогичная? Ну, я сказал, 15 мая мы отправили письмо с рядом проблем города и области. С 15 мая у нас нет ответа. Несколько раз мы уже обращались просто в телефонном режиме. К заму Терещуку, первый зам, который курирует. У него должно наше письмо лежать. Начальнику департамента, допустим, экологии природных ресурсов в Одесской области. Она ответила. Я бы давно уже с вами связалась, но мне никто этого письма не спустил. Терещук мне дважды отвечал, что у него этого времени он не помнит. У него много пости на столе. Но это с мая месяца, наверное, уже можно рассмотреть. Есть какие-то процедурные вещи. А вот почему у тебя его похвал кажется? Хотя бы отписка была. Не, не знаю. Я в ближайшее время пойду в канцелярию, покажу свой входной и все-таки выясню, в чем кабинете застряло. И дело не в том, что, допустим, нас там кусают амбиции, ой, нам не ответили. Ну, не ответили и бог с ним. Ну, вы проблемой займитесь. Мы же предупредили, что так будет. И я от лица ученых города это написал. Мы объединяем научную общественность, которая занимается вопросами экологии. А по конкретнее можно? Что вы там написали? Мы писали, что надо срочно делать рабочую группу и заказывать проекты. И более того, мы можем назвать при совещании, кто из специалистов уже изучал, уже работал и знает эти моменты. Я вам уже даже сказал, что тот же гипроводход, те же специалисты из нашего университета имени Мечникова, кафедры геологии, они знают, они со студентами там работают. Они их учат на этом. И они какие-то уже имеют представления и выводы. Не говоря о специальной службе, которая у нас занимается берегозащитой. Когда-то такая служба инициировала и приглашала нас, специалистов, и вот нашу исследовательскую фирму и другие, для того, чтобы провели какие-то замеры, какие-то исследования, дали данные, чтобы были основания спроектировать и сказать, что в данном участке лучше сделать. Ну, только этим заниматься надо. Скажите, пожалуйста, ну вот на печальном примере Черноморска, где пострадали и жители, где разрушены дома из-за оползня, это тоже невнимание к этой проблеме там в результате привело к таким событиям? То есть, если мы поставим на паузу рассмотрение этого вопроса, оно себе дальше будет жить своей природной жизнью и вот осаждать и спускаться вниз. Это количество оползней, возможно, будет увеличиваться. Мы видим, что в этом оползне пока никто не страдает из лежащих домов. Внизу могут пострадать, вдруг оно пойдет неурочно, как всегда, неожиданно. Зима приходит неожиданно, знаете, всегда что-то случается неожиданно. Снег, выходит. Есть ли вопрос рассмотрения этих проблем с международными какими-то компаниями, которые выделяют какие-то гранты, деньги на реализацию? Конечно, можно обращаться с международными организациями, это долгоиграющая песня. И в этом в целом может город, область, конечно, тоже обращаться. Я не знаю, чего они этого не делают. Но данную проблему можно решить своими силами. Я сказал, в экологическом фонде деньги не используются. Мы хотим услышать отчет, ну, там несколько десятков миллионов, я на сегодняшний день даже не знаю сколько. Там цифра была где-то 36 миллионов, сейчас, может, уже больше скопилось, может, меньше. То есть мы раньше ежегодно, нас же, как, например, это общественные советы, общественные организации, хотя бы такие профильные, которые научно-технический, экологический совет при мэрии, или же общественный совет экологический, государственные экологические инспекции в Одесской области, чтобы мы были не в курсе. То есть нас сюда приглашали, и власть отчитывала, сколько денег потрачено, сколько осталось, сколько положено на депозиты, из потраченных какая эффективность работы. То есть довели до конца или просто потратили. Например, Терегул, Черное море, канал. Там должны были сделать за три летних месяца, и хватало денег с того песка, который реализуется. Теперь уже потрачено 64 миллиона, еще 71 просят, и еще неизвестно, когда закончат. То есть, ну, как бы, все такое дорогостоящее и длинное, а здесь еще вообще не дошли. Но то по области, а здесь же 16 тысяч черта города. То есть здесь, как бы, и город мог бы... Пересоединим к нашему разговору Ивана Русева. Представим вас, Иван, как эколог. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый. Ну, проблема оползней, естественно, понятна вам. Понятны ли пути решения в данной ситуации этой проблемы? Я сейчас нахожусь как раз на склонах нашего национального природного парка Созловские лиманы. У нас их больше 100 километров. Я знаю, что проблема склонов, как вот на 16-е станции, это с одной стороны образие, с другой стороны эрозия. На 16-й станции подходят, ну, картовые пещеры. Вообще Одесса находится на картовых пещерах. У нас под Одессой и вокруг примерно 3000 километров картовых пещер. Они являются уязвлены в том плане, что нагрузка, техногенная нагрузка на поверхность должна быть, ну, достаточно серьезно проработана. И должны быть экспертные заключения. С другой стороны, огромное количество воды и кондиционный стоков выникает в эти пещеры, в катакомбы, частично, да. И они являются провоцирующим фактором вот таких опований. Я считаю, что инженерное планирование, территориальное планирование, бибельное планирование, отвратительное в городе Одессе. Да, есть, наверное, целая область. Необходимо здесь серьезно подходить. Необходимо привлекать серьезных экспертов, ответственных, которые думают и о городе, и о будущем этого города, а не только о своих карманах. Ну, мы понимаем, что, в общем-то, представителей науки и экспертов у нас достаточно. Тут другой вопрос, что они недостаточно хорошие, или он вообще отсутствует, диалог с властью на местном и областном уровне. В общем-то, к ним ведь нужно как-то апеллировать и от них просить реакции. Ну, власти, в частности, экологические службы, инженерные службы, они, как правило, коррумпированы. Я за два года работы на НИВе, природоохранной, я увидел, что они практически не решают государственные задачи. Они, как правило, решают свои личные задачи. Необходимо серьезно подходить к кадровой политике, как города, так и области. — Да, спасибо. — Спасибо вам большое. — Я бы только сказал бы привет Ивану Андреевичу Русеву. Он, в принципе, говорит то, что я говорю. Он еще напомнил о пещерах, о катакомбах совершенно верно. У нас усугублено еще и этой проблемой. И поэтому особо внимательно надо подходить. И, к сожалению, он прав в оценке чиновничьей работы. И мы вроде столько уже боремся с коррупцией. А борьба чем сильнее, тем больше этой коррупции становится. Хотя здесь я даже не вижу коррупции. Здесь просто до этого дела даже заработать не хотят. Понимаете? Здесь просто бездействуют. — Если мы условно скажем, давайте не привязываться очень точно, 36 миллионов — это какой-то комплекс проведенных... — Дело в том, что это я имел в виду экологический фонд города Одессы. И я сейчас могу в цифре вообще ошибаться. Потому что я говорю то, что я помню с прошлого. Я ни в этом году, ни в прошлом году уже уточненные цифры не слышал. Просто я не видел, куда тратили. Поэтому, наверное, эти деньги остались и, наверное, еще накопились. — Можно последовательно делать? — У нас нет отчета. Мы не видим нигде опубликованных. — А вам не предоставляют этот отчет? — Раньше, еще лет пять назад, нас приглашали. Отчитывались обязательно каждый год. Департамент экологии города, департамент экологии области. Куда использованы областные фонды? Куда использованы городские фонды? Какие вещи сделаны? Какие они доделаны? Мы вместе с депутатскими комиссиями, как общественники, которые просто интересуются и хотят знать, имеют право, так и специалисты, ученые выезжали, нам выдавляли транспорт. Мы смотрели на местах, и мы могли даже сделать замечание, сказать, а почему вы здесь положили трубу не того диаметра, как по проекту? А почему она не имеет ни ту толщину стенки, как шаба, например? И что ж вы хотите, что теперь провалы? И там прокуратура начинала разбираться, куда деньги украли. И что-то исправляли, что-то не исправляли. Это было тяжело, там была четко коррупция, там действительно воровали, но это обнаруживалось и с этим боролись. Последние несколько лет вообще этой работы не ведется. Почему я написал Степанову? Почему мы хотели, чтобы губернатор пришел на наше заседание совета? Чтобы сказать глаза в лицо, потому что я боюсь, до первых лиц информация не доходит. У них много представительских функций, но ведь перерезая ленточки, вы извините, дело не сделаете. Тут надо вникать самому и лично. На уровне замов, на уровне вот этих чиновников, о которых Иван Трифонович говорит, там все страдает. Они лично не видят своей заинтересованности. Он так думает, а что я буду с этого иметь? А ты ничего, это люди просто жизни спасут. Это наша территория не будет уходить в море и так далее. Ну, не знаю, такое впечатление, что нам одним-то держава обидно. То есть прогноз территории и дальше будет уходить в море. Это естественный процесс, который усугублен пещерами, обводненностью, нагрузками, которые идет строительство совершенно без расчета. Ведь правильно говорится, тут надо очень аккуратно с расчетами подходить. Да тут не надо быть академиком. Любой одессит это понимает. Когда вы там не скупаетесь раз и поднимете глаза кверху, вы поймете, что там просто так свою хатку не ставили. Там надо подумать, понимаете. А тут некоторые не думают. Спасибо вам. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к обсуждению этой темы. Юрий Герасенко, эколог, был у нас в гостях. Небольшая пауза информационная. И возвращаемся в студию, продолжим обсуждать эту тему. Дождитесь.